Итак, это следующая лаба, связанная с атакой на DHCP-инфраструктуру. ROG DHCP сервер. В чем суть проблемы? Если в сети находятся два DHCP сервера, а как запустить DHCP сервер на виртуалке вы уже знаете, это элементарно делается, минимум телодвижений, то нет никакого способа гарантировать, что клиенты обслужатся именно у конкретного DHCP сервера. Вот сейчас на R1 и на R2 у меня заранее настроены DHCP сервера. То есть я могу показать, например, show.ip.dhcp.pull Раздает адреса из сети 172.16.0. Там пачка исключений, то есть на выдачу не так уж много адресов остается. И второй аналогичная команда show.ip.dhcp.pull покажет мне, что раздаются уже 192.168. Клиенты, вот четыре штуки снизу, начинаю с первого. Udhcp.ethernet.0 172.16.0.10. Его обслужил первый. И DHCP. Так, этого обслужил второй. 192.168. PC2. Этого клиента снова обслужил первый. И здесь Udhcp.ethernet.0. Тоже первый. То есть в результате у первого три клиента, а у второго один. Если посмотреть базы аренд. Show.ip.dhcp.binding. На каждом маршрутизаторе в числе выданных числятся четыре адреса. То есть было четыре клиента. Каждому маршрутизатору пришло по Discovery. Каждый сделал по офферу. И из этой пары офферов каждый из клиентов себе какой-то выброг. В данном случае у меня первый умудрился обслужить троих. И второй только одного. Такая неразборчивость клиентов делает очень простой возможность атаки. Например, отказ в обслуживании. Когда Rok.dhcp.server раздает какую-то абсолютную чушь. Или же раздает настройки, которые с виду похожи на правду, но при этом, например, назначает себя дефолтным гейтвэем, а все, что к нему приходит, выбрасывает. Либо человека посередине, когда он опять же назначает себя для своих клиентов дефолтным шлюзом, и все, что к нему приходит, снимает информацию, какую может, какую нужна, и отправляет пакет дальше. Для того, чтобы клиентов обслуживал только правильный, легитимный DHCP-сервер, служит технология под названием DHCP-снупинг. Она включается на коммутаторах. После включения DHCP-снупинга... Так, не нравится мне это сообщение. Не совпадающий дуплекс на интерфейсе. Сначала я выключу. Так, дуплекс-халф. И, видимо, на втором творится то же самое. И 0, 0, дуплекс-халф. Так, надеюсь на этом прекратится. Теперь. После включения DHCP-снупинга все порты рассматриваются как недоверенные. На недоверенных портах дропается трафик, идущий от сервера. То есть сообщение оффер и акнориджмент. В результате диалог не может завершиться, клиенты не могут получить адреса. Так, значит, включается DHCP-снупинг довольно просто. Кроме этого, его нужно включать раздельно для каждого Вилана, в котором есть клиенты. Я Вилана сейчас здесь не настраивал, и у меня все порты в первом Вилане. Поэтому DHCP-снупинг-вилан-1. И на втором то же самое. IP-дэш-тэпи-снупинг-вилан-1. Готово. То есть, если теперь выполнить команду show-ip-дэш-тэпи-снупинг, он мне покажет, что доверенных портов нет. И, соответственно, получение, скажем, DHCP-трисов должно сломаться. Так, чтобы увидеть, что происходит дальше. Так, у меня R1 обслужил больше клиентов. Сейчас я сделаю так, чтобы у всех обслужил R2. То есть R1 объявлю недоверенным. Так, то, что DHCP сломался, вы видите. R2 вот здесь. Вот. Я на R2 включу отладку Debug IP-дэш-тэпи-сервер-пакет. Чтобы видеть его реакцию, как он обращается с DHCP-пакетами, пришедшими. А на свече 2 интерфейс Ethernet 0.0 в сторону легитимного DHCP-сервера объявлю доверенному. То есть интерфейс E0.0 IP-дэш-тэпи-сноупинг-траст. Готово. И начну с этих двух клиентов, которые подключены к этому свеч 2. IP-дэш-тэпи-сервер. IP-дэш-тэпи-сервер. Что пишет сервер? Сервер сразу начинает ругаться, что relay information option существует, но G-адрес нулевой. В чем дело? Включаю ввешарх вот тут, на R2. И повторяю попытку получения адреса. Сервер продолжает ругаться. А в ввешархе я вижу, что с одной стороны информации о relay-агента нет. Relay-агент и нет. IP-адрес не добавляется. Естественно, я relay-агент не настраивал. Но с другой стороны, в списке появилась 82-я опция. Relay-агент information options. И здесь агент circuit ID. Эта функция позволяет давать разные настройки клиентам, расположенным на разных линках. Circuit ID это идентификатор линка. Никаких таких тонкостей мне сейчас не нужно. Соответственно, все, что мне нужно сделать, это разрешить серверу обслуживать клиентов с нулевым G-адресом. Соответственно, конфиджий терминал. Интерфейс F00, интерфейс, на котором обслуживаются клиенты. И IP, DHCP, так, сервер. Не сервер, relay. Relay information trusted. Доверяем, что бы ни пришло. После чего, все должно начать работать. И оно работает. DORA. Все хорошо. Сервер, в свою очередь, написал, что Message с доверенного интерфейса F00. Так, все хорошо. Работает. SCPI2 UDHCP Ethernet 0 тоже получил у 192.168. Все хорошо. При попытке получить у PCI1 там у меня до сих пор не выбран доверенный порт. Очевидно, что в данном случае сервер-то здесь доверенным портом должен стать I01. Интерфейс I01 и говорю, что этот порт будет доверен. то есть IP, DHCP, Snooping, Trust. Заодно можно посмотреть, каков будет вывод команды Show IP, DHCP, Snooping. Вот он теперь мне напишет, что Ethernet 0.1 доверенный. Разрешена опция, но CustomSocket ID не настроенный. Как раз в этом проблема. Он добавляет опцию, но в ней ничего нет. Возможным решением этой проблемы было бы также отключение, добавление 82-й опции. Если я сейчас на PCI1 получу, адрес по-прежнему не получается. сервер ничего интересного мне не пишет. Так, еще раз. Здесь ничего больше нет. и если посмотреть в Айршарке после последнего успешного Dora, новых DHCP пакетов в сторону мушнизатора не проходит. То есть, сейчас проблема уже на свече. Со свеча первого на свече второй приходят DHCP пакеты с 82-й опцией и снова с отсутствующим G-адресом. Соответственно, теперь уже на втором свече интерфейс E01 принимающий пакеты от соседа. То есть, интерфейс E01 уже здесь нужно разрешить не обращать внимания на вот такую не до конца настроенную 82-й опцию. То есть, IP, DHCP, Snooping, Information, Option и Allow and Trusted. Все. После чего оно должно начать работать. R2 пишет снова о том, что к нему приходят клиенты. Клиент обслужился. Scope и у DHCP Ethernet 0 тоже обслужился. Все. Теперь у R2 4 клиента. Do, Show, IP, DHCP Binders. Так. 4 клиента. 14, 15, 16. Соответственно, 16, 11, 14 и 15. R1 продолжает работать, но не может никого обслужить. То есть, я могу, например, вот здесь, на R1 включить Vashark. Да, кстати, тоже поставить DHCP-шний фильтр. А тут, например, на PHP-1 повторить попытку аренды. все оказывается еще интереснее. То есть, в данном случае на недоверенные порты Switch даже не forwarding discovery. То есть, в данном случае R1 даже не получает discovery. все. Что у нас тут еще в тексте? Включить. Дополнительное чтение по 82-й опции PDF-ка приложено. Так. Разрешающие опции здесь тоже перечислено. Так. Все сделано.